Неважно, как вы это называете, газировкой или шипучкой, мексиканцы и американцы – две группы населения, которые потребляют больше всего безалкогольных напитков на планете. Немного о цифрах. Ежегодный среднестатистический мексиканец или американец выпивает 630 стаканов безалкогольных напитков по 240 мл. Это почти по 2 стакана в день. Умножьте эту цифру на миллионы людей, живущих в этих двух странах. А есть и остальной мир, который тоже пьет газировку. Так что спрос высок, и бизнес безалкогольных напитков очень успешен. История безалкогольных напитков началась в 17 веке во Франции. В 1676 году одна компания начала производить воду, смешанную с лимонным соком и медом. Вскоре предприниматели поняли, что можно наполнить этот напиток газом, имитируя полезные минеральные воды. Такая вода стала очень популярна, и со временем производители начали добавлять в нее другие ароматизаторы – имбирь, лимон и тоник. Со временем безалкогольных напитков стало очень много. Только на американском рынке доступно более 450 различных видов. Давайте узнаем, как их делают. Вы замечали, что напитки в банках и бутылках на вкус разные? В любом безалкогольном напитке есть три основных ингредиента – вода, сахарный сироп и углекислый газ. Так вот, все дело в сиропе, точнее, в его ингредиентах и пропорциях. В производстве используются разные виды сахара, один из них – фруктоза, то есть фруктовый сахар. Его содержат многие овощи, фрукты и мед. Ну а такой сахар можно производить и путем выращивания сахарного тростника, сахарной свеклы и кукурузы. Эти продукты особенно богаты фруктозой. Другой тип сахара в таких напитках – сахароза. Это научное название сахара. Он состоит из одной молекулы фруктозы и одной молекулы глюкозы. Чтобы приготовить сироп, производитель смешивает разные виды сахара, кислоты, ароматизаторы и красители в пропорции, о которой знает только он и которую держит в секрете. Сахар составляет 7-12% безалкогольного напитка. Звучит не очень, но это так. Обычная банка газировки содержит 8 чайных ложек сахара. Учитывая, что американцы в среднем потребляют по 2 банки в день, получается 16 чайных ложек сахара ежедневно. Это приводит к ожирению, разрушению эмали зубов и многим другим проблемам со здоровьем. Да, главная проблема газировки – это сахар. Сейчас есть много напитков без сахара. Что делает их сладкими? Искусственные подсластители. Первые диетические безалкогольные напитки появились в 1950-х. Они предназначались для людей с проблемами со здоровьем. Эти напитки тоже сладкие, но в них нет сахара и калорий. Но это не делает их полезнее. Однако вернемся к рецепту. Итак, нужны вода, сахарный сироп и немного углекислого газа. Более 90% безалкогольных напитков составляет вода. Она должна быть тщательно очищена, чтобы в ней не было бактерий. Высококачественная вода – ключ к успеху, потому что бактерии могут полностью испортить вкус напитка. Так что вода очищается, фильтруется, стерилизуется и дехлорируется. Затем в нее добавляют сироп в определенных пропорциях, опять же известных только производителю. Итак, вот безалкогольный напиток, но пока без пузырьков. Пока это всего лишь очень сладкая вода. Если вы когда-нибудь пробовали безалкогольный напиток после того, как весь газ уже вышел, то понимаете, о чем я. Чтобы получить пузырьки, производитель использует углекислый газ. Он встречается в атмосфере. Его также можно получать в лаборатории, так что производители используют его для своих напитков. Подслащенная цветная вода поступает в карбонатор – резервуар под давлением, который добавляет в напиток углекислый газ, чтобы он пузырился и искрился. Затем жидкость переливается в банку или бутылку. Взгляните, этот алюминиевый лист – будущая банка. Это все, что нужно для ее изготовления. Алюминий помещается между двумя дисками в форме пончика с отверстием посередине. Затем пуансон прижимает его вниз и превращает диск в маленькую чашку. Эта чашка в диаметре чуть больше, чем необходимо, поэтому пуансон меньшего размера продавливает чашку через другой штамп. Теперь чашка становится меньше и выше, но этого все еще недостаточно. На третьем этапе чашка проходит через специальное кольцо и ее стенки становятся еще тоньше и выше. Затем на дне чашки делается купол. Пуансон толкает чашку на выпуклый инструмент. Сам пуансон имеет вогнутое углубление и при нажатии дно чашки приобретает форму купола. Это очень важно, потому что так банка становится более устойчивой к давлению. А из-за пузырьков безалкогольные напитки имеют большое внутреннее давление. Итак, банка готова. Все, что осталось сделать, это ровно ее разрезать, напечатать логотип и накрыть крышкой. Пластиковая бутылка делается из пластиковых хлопьев под названием PET. Обычно их смешивают с переработанным пластиком. Эта смесь поступает в инжекционную машину, которая нагревает ее и плавит хлопья в густую жидкость. Затем другая машина выталкивает жидкость в цилиндрическую форму, оснащенную системой охлаждения, и заготовки сразу затвердевают. Затем они вставляются в форму будущей бутылки, и под высоким давлением из нее выдувается воздух, чтобы растянуть заготовку до нужных размеров. Потом пластик охлаждается, чтобы зафиксировать форму. В безалкогольных напитках есть внутреннее давление. Как только бутылка наполняется, жидкость начинает выталкивать пластик, и дно становится изогнутым и неустойчивым. Вот почему на дне многих пластиковых бутылок есть пять выступов. Такой пластик более устойчив к давлению и не деформируется. Стеклянные бутылки делаются из натурального сырья. Их основной компонент – кварцевый песок, который составляет более 70% смеси. Еще 12-16% – это кальцинированная сода. Она нужна для того, чтобы кварцевый песок плавился равномерно. И 10% – это известняк. Он делает стекло прочнее. Для изготовления стеклянной бутылки сначала смешивается все необходимое сырье. Затем смесь нагревается до 1500 градусов, и в таком состоянии она находится целый день. Расплавившиеся эти ингредиенты превращаются в клейкую жидкость, которую затем разрезают на ровные части. Одна часть – одна стеклянная бутылка. Затем каждая деталь попадает в черновую форму, которая превращает ее в заготовку. Затем она попадает в выдувную форму из стали. Там заготовка снова нагревается, и оборудование вдувает внутрь сжатый воздух, растягивая стекло до его окончательного размера. Бутылка почти готова. На выходе она проходит сквозь огонь. Постепенно машины охлаждают бутылку. Теперь она готова к использованию. Перед наполнением бутылку нужно почистить, даже если она только что изготовлена. Большая машина переворачивает бутылку вверх дном и ополаскивает водой. Затем ее отправляют дальше для наполнения. Все это делается для того, чтобы в бутылках не было бактерий, которые, как мы знаем, могут испортить вкус напитка. Наконец в бутылке заливается напиток. Они закрываются крышками и отправляются в магазины. Так почему же вкус газированных напитков в банках и бутылках отличается? Ответ кроется в материале, который используется для их изготовления. Банка делается из алюминия и имеет полимерную подкладку. Эта подкладка немного поглощает вкус напитка и меняет его. А некоторые люди чувствительно к вкусу и могут ощущать металлический привкус, когда пьют из банки. Так что, если вы чувствуете привкус железа, просто наливайте напиток в стакан. Напиток в пластиковой бутылке тоже может иметь немного другой вкус. Проблема здесь в том, что пластик содержит химическое соединение этанол. Он переносится из бутылки в напиток и немного меняет вкус. Итак, если вы хотите напиток, который наиболее близок к оригинальному вкусу, лучший вариант – напиток в стеклянной бутылке.